Репетиторство достаточно давно услуга востребованная. Поделиться знаниями, а также натаскать абитуриентов по профильному предмету, рады преподавателей вузов, колледжей, школ и лицеев. Правда, не все, желающие стать репетиторами, всегда в курсе, что данный вид деятельности предполагает уплату единого налога. Несмотря на то, что репетиторство входит в список услуг, оказание которых не требует регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, занимающиеся репетиторством обязаны уплачивать единый налог, независимо от размера получаемого дохода. В большинстве своих репетиторов привлекает деятельность по заявительному принципу, потому что физическим лицам не требуется вести какой-либо учет своих доходов и не требуется предоставлять в налоговые органы какую-либо отчетность или информацию. Просто перед началом репетиторской деятельности физическим лицам необходимо прийти в налоговый орган по месту жительства, подать соответствующее заявление и уплатить единый налог. Ставка единого налога по городу Бресту составляет 24 рубля в месяц. Единый налог уплачивается не позднее 1 числа перед началом оказания репетиторских услуг. Для отдельных категорий граждан предоставляются льготы по единому налогу, что важно знать и молодой маме, обратившейся на горячую линию. Ставка единого налога для некоторых категорий физических лиц может быть уменьшена. Например, на 20% может быть предоставлена льгота таким категориям плательщиков, как плательщики-инвалиды, плательщики, воспитывающие детей инвалидов, плательщики, воспитывающие более трех детей в возрасте до 18 лет и плательщики-пенсионеры. Немного фактов. В 2016 году в инспекции по московскому району зарегистрировано 120 репетиторов, которыми уплачено в бюджет единого налога около 10 тысяч рублей. Помните, что любая деятельность строго отслеживается сотрудниками контролирующих органов. И в случае, если факт нарушения выйдет наружу, вы автоматически попадете в категорию правонарушителей, и к вам будут применены меры административного взыскания. Продолжение следует...